Молодцы! 90 минут до стартовой свиска арбитра переносимся за пределы арены, а именно на остановку общественного транспорта «Стрелка». Сюда приходят автобусы под необычными номерами С5. Во время футбольного матча их специально выводят на линию, чтобы болельщики из верхней части города смогли спокойно и без пробок добраться вниз. Хорошо, быстро, удобно. Кондиционер будет туда, летом жарко будет. Отлично, мне нравится, что сделано все хорошо. Очередь была большая, но в течение 6 минут мы буквально сразу сели и уехали. Если бы все ездили бы сюда, было бы столкновение, очень много машин и разбериха. А так мы оставили машину, на автобусе специально доехали, очень удобно. После такой оценки, говоря по-спортивному, и пятеру-волонтеру отбить приятно. Но есть и те отчаянные, кто решается добраться до новой арены на своих двух. Еще одно транспортное нововведение – это перекрытие Канавинского моста. Эту систему опробовали еще во время второго тестового матча. В минувшее воскресенье ее повторили вновь. Многие болельщики, даже несмотря на дождь, идут на стадион пешком. И таких немало. Людские реки с зонтиками в одной руке и с детьми в другой потихоньку стекаются к стадиону. Гуляем, хорошая погода, и почему бы не пройтись? Почему не на шаттле, не на автобусе? Не знаю, я на самом деле только о нем сегодня впервые узнала, и поэтому решила пешочком прогуляться. Мы только приехали, оставили машину там и пошли. Я с набережной Федоровского иду. То есть это неудобно, да, вам куда-то идти? Да, надо было назад на площадь Горького. Я тут прям тут же спустился. И через мост, и стадион уже рядом. Минуя все преграды в виде парковок для личного транспорта и очередей на входе, аккурат к стартовому свистку добираемся до чаши арены. Третий тестовый матч становится и первым официальным в истории стадиона Нижний Новгород. Сегодня мы официально открываем стадион Нижний Новгород. Такой же красивый и величественный, как наш город. И собирает этот стадион 42 тысячи сто зрителей. Вы только вдумайтесь в эту цифру. С каждым новым матчем на новой арене болельщиков все больше и больше. И почти все остаются на арене до финального свистка. Даже немного жаль, что игра с лучом для олимпийца становится последней домашней в этом сезоне. Очень сегодня эмоциональный и энергозатратный футбол был. Соперник тоже находится на грани вылета. Поэтому нам сегодня было непросто. Но мы сегодня показали, что мы команда. И спасибо еще раз хочу сказать болельщикам. Но перейдем к игре. Первый тайм проходит под территориальным и игровым преимуществом хозяев поля. Каждая новая атака нижегородцев приходится опаснее предыдущим. Причем многие из них заканчиваются ударами из-за предела штрафной. Сначала Фомину не хватает совсем чуть-чуть, чтобы мяч вонзился под перекладину. А под занавес тайма Хребков из выгоднейшей позиции не попадает в дальний угол. Вторая 45-минутка существенно картина на поле не меняет. Олимпийца атакует, луч энергии обороняется. Беляков упускает еще одну реальную возможность забить. И когда уже всем кажется, что матч катится к своему безголевому завершению, на 85-й минуте случается этот чудо гола Амбарского. Уже после матча герой эпизода скромно скажет, что его гол – заслуга всей команды. Просто пробил и все. Попал хорошо, вот и все. Спасибо всем болельщикам. Это их победа, их заслуга. Благодарность болельщиков от игроков Олимпийцы после каждого матча становится доброй традицией. Селфи на память, подаренные футболки, перекличка с фан-трибуны – такое не забудется никогда. В последних играх нам удалось поймать именно ту игру, за счет которой мы можем побеждать. Это дисциплина, это компактность во всех линиях. И мы ждали свой шанс. Мы команда, которая не может позволить себе играть пока феерично. И, конечно, нам надо время, чтобы восхищать. Но сегодня мы просто играли на победу. И важнее было даже три очка, чем красивая игра. И мы это сделали. Но ликовать еще рано. В последнем туре ФНЛ нижегородцам необходимо брать очки в Курске, чтобы сохранить прописку в первенстве и продлить футбольный бум в городе, как минимум, на следующий сезон. Тимур Хакимов, Ренат Бекбаев. С открытия стадиона Нижний Новгород. Объективно, ННТВ.